Роберт Гловер Хватит быть скромным парнем Базовый курс по свиданиям Предупреждение для слушателей Несмотря на то, что информация, принципы, подходы и упражнения, представленные в этой книге, могут показаться вам полезными, Они не могут заменить полноценные консультации со специалистами, которые оказывают профессиональную помощь в решении медицинских, психологических, эмоциональных или сексуальных проблем. Никакая часть этой книги не должна быть истолкована как диагноз, рецепт, рекомендация или средство от какой-либо конкретной медицинской, психологической, эмоциональной или сексуальной проблемы. Потребности каждого человека уникальны, и учесть все индивидуальные потребности в рамках одной книги невозможно. Поэтому любая программа лечения, профилактики, терапии и или общего оздоровления должна осуществляться исключительно на индивидуальной основе с участием лицензированных, квалифицированных врачей, психологов и или других компетентных специалистов. Посвящение Аудиокнига «Хватит быть скромным парнем» посвящается всем мужчинам, которые решились выйти из своей зоны комфорта, бросить вызов своим искаженным и самоограничивающим убеждениям и применить на практике эффективные методы знакомства и выстраивания взаимоотношений с женщинами. Желаю этим мужчинам обрести желаемое в любви, сексе и жизни. Введение Хватит быть скромным парнем Вы не умеете знакомиться и выстраивать отношения с женщинами? Если да, то добро пожаловать в клуб, где собрались такие же мужчины, как вы. Как и большинство мужчин на планете, раньше я тоже не умел знакомиться и поддерживать отношения с женщинами. Навыки знакомства и ухаживания не заложены в человеческой ДНК на Западе культура знакомства и ухаживания существует всего несколько поколений. На Востоке она отсутствует до сих пор. На протяжении большей части истории человечества браки устраивались семьями или кланами. Идея романтической любви всего пара сотен лет. Тем не менее, сейчас мы живем в мире, где без навыков знакомства почти невозможно наладить отношения, обрести любовь, вторую половину и, конечно же, сексуального партнера. Я обнаружил, что многие мужчины не знают азов знакомства и выстраивания отношений с противоположным полом. Для большинства из нас эти умения не являются врожденными. К тому же нам никто никогда не объяснял, как это делается. Большинство мужчин, независимо от возраста, внешности, социального и экономического статуса, зациклены на страхе сделать что-то неправильно, выглядеть глупо и получить отказ. Эти страхи обычно проявляются в неуклюжести попыток завязать общение с женщиной и или в привычке вообще ничего не делать. В результате постоянных неудач в поисках подходящей партнерши многие мужчины чувствуют себя ущербными и недостойными любви. По себе знаю, что это такое. Большую часть своей жизни я был неудачником в отношениях, свято верившим, что мне нечем заинтересовать женщин, которые мне нравились. Однако с тех пор все изменилось. Давайте я расскажу вам, как это произошло. Когда мне было 45 или около того, я вдруг оказался холостяком после 25 лет брака. И тут я понял, что со времен учебы в колледже ни разу не был на свидании, хотя, признаться, у меня и тогда с этим были проблемы. Когда в школе или колледже у меня возникало желание пригласить девушку на свидание, я сначала несколько недель раздумывал, представляя, каково это быть с ней. Мой страх, самоограничивающие убеждения и отсутствие навыков не позволяли мне просто подойти и пригласить ее на свидание. Если я все же набирался смелости подойти к девушке, о которой постоянно думал, то все равно тянул до последнего, а когда наконец решался заговорить, у меня получалось нечто неловкое и невнятное, типа «Ты бы, конечно, не хотела куда-нибудь пойти со мной сегодня вечером». Обычно она бросала на меня удивленный взгляд и говорила что-то вроде «Ой, а у меня уже есть планы на вечер». Я чувствовал себя идиотом, отходил в сторону и больше никогда с ней не сговаривал. Но если мне удавалось познакомиться, я цеплялся за эту девушку до последнего, потому что не хотел заново повторять процесс знакомства. Результатом стали два моих брака, которые в сумме продлились 25 лет. Теперь на пятом десятке мне надо было научиться делать все по-другому. И вот что я предпринял. Я начал читать и слушать книги и компакт-диски о знакомствах и соблазнении, не забывая при этом о принципах, о которых ранее сам писал в книге «Хватит быть славным парнем». Но что еще более важно, я начал применять эти принципы на практике, чтобы разобраться, какие из них действительно работают, а какие нет. Я решил подойти к знакомствам с женщинами как к научному эксперименту. К своему удивлению, я обнаружил, что побудить женщин заговорить со мной, дать номер телефона, завязать отношения и заняться сексом вовсе не так сложно, как я думал. Я был поражен, насколько это легко и просто, если следовать правильным принципам. Некоторые из моих клиентов заметили, что я успешно встречаюсь с женщинами и не испытываю недостатков секса. Они стали просить меня научить их моим приемом. Из их просьб и родилась книга «Хватит быть скромным парнем». В 2007 году я провел 4 онлайн-курса «Хватит быть скромным парнем», каждый из которых был рассчитан на 4 недели. Эти курсы представляли собой обобщение того, чему я научился в результате массы проб и ошибок, а также приобретенного мной обширного сексуального опыта. Курсы сразу же завоевали популярность, поскольку были глотком свежего воздуха на фоне стандартных тренингов, на которых мужчин учат отпускать сомнительного качества шутки, одновременно встречаться с множеством женщин или использовать стандартные сценарии пикапа. В данной книге в обновленном и расширенном виде излагается материал этих четырех курсов. Если бы вы спросили меня, когда мне было 45, не собираюсь ли я обучать мужчин знакомством с женщинами, я сказал бы, что вы сумасшедший. Но знаете что? Если даже такому неудачнику, как я, теперь удается уверенно общаться с женщинами, получать их номер телефона, укладывать их в постель, выстраивать с ними прекрасные отношения, то и вы тоже сможете. Примечание. Неудачниками в этой аудиокниге называются мужчины, которые считают, что они не умеют общаться с женщинами и им все время не везет в личной жизни. Конечно, на самом деле, они никакие не неудачники. Работая над развитием моих собственных навыков выстраивания отношений с женщинами, я обнаружил, что существует множество принципов, которые действительно хорошо работают на практике, однако есть и масса неэффективных. При прослушивании этой аудиокниги наверняка выяснится, что многое из того, о чем я говорю, идет вразрез с вашими привычными представлениями о женщинах, знакомствах и сексе. Но в этом-то и заключается красота подхода, который я предлагаю. Большинство мужчин слишком усложняют процесс знакомства. Именно поэтому мужчины часто реагируют на мои объяснения восклицанием «Так это же очень просто! Я тоже смогу!» Я утверждаю, что общение с женщинами – это не бином Ньютона. И не должно быть слишком сложным. Да, принципы и практики, о которых я расскажу, могут заставить вас решать проблемы, о которых вы до сих пор не задумывались. Но если мне удастся убедить вас, как это просто, разговаривать с женщинами, получать их номера телефонов, встречаться с ними и укладывать их в постель, то вероятность того, что вы действительно выйдете в мир отношений и у вас все получится, значительно возрастет. Будьте уверены, я не собираюсь превращать вас в эксперта-теоретика, мужчину, который выучил наизусть 32 приема, помогающие завязать разговор с женщиной, найти с ней общий язык или по итогам свидания получить от нее номер телефона, однако в глубине души по-прежнему боится женщин и не имеет базовых практических навыков общения с ними. Принципы, которым я обучаю, и инструменты, которыми я делюсь в этой аудиокниге, помогли превратить множество неудачников в буквальном смысле в машины для знакомств. Прежде все эти люди были очень похожи на нас с вами, с тягостным багажом неудачных свиданий, неуверенности в себе и самоограничивающих убеждений. Возможно, навыки свиданий и не заложены у нас в ДНК, но если вы действительно понимаете, что делаете и какие именно практики являются эффективными, то задача решается, на удивление, легко. Каких результатов можно ожидать от прослушивания аудиокниги? Я обнаружил, что большинство мужчин, которые покупают мои обучающие продукты из серии «Хватит быть скромным парнем», тренинги, подкасты и так далее, относятся к одной из двух категорий. Мужчины, которые никогда не ходили на свидания, у которых было мало настоящих подружек и почти или вообще не было секса, или мужчины, которые недавно завершили долгосрочное отношение и впервые за несколько лет возвращаются в мир знакомств. На мои тренинги записываются также мужчины, которые и без того довольно успешно знакомятся с женщинами и ходят на свидания, они хотят усовершенствовать свои навыки и скорректировать свои установки. Какой бы категории вы ни относились, принципы, которым я обучаю, будут эффективными и для вас. Если вы хотите узнать и освоить основные навыки знакомства и выстраивания отношений с женщинами, развить уверенность в себе, получить отличный секс или встретить женщину своей мечты, эта аудиокнига поможет вам продвинуться в нужном направлении и гарантированно принесет результаты. Книга «Хватит быть скромным парнем» поможет вам четко сформулировать, каких целей вы хотите достичь, знакомясь с женщинами и достигать их, противостоять своим страхам и снизить уровень тревожности, научиться новым эффективным навыкам поведения при знакомствах с женщинами, в ходе развития отношений и при расставании, бросить себе вызов и применить новое знание на практике. Мы будем фокусироваться на двух основных аспектах знакомств. Усмирите ум. Первая часть аудиокниги поможет вам осознать и побороть сложные самоограничивающие убеждения, из-за которых вы каждое выходное просиживаете дома в полном одиночестве. Отточите освоенное. Эта часть посвящена овладению новыми навыками и выработке нового стиля жизни, которые помогут вам знакомиться, общаться с женщинами и получать желаемое в любви и сексе. Моя аудиокнига развеет ваше искаженное представление о себе и знакомствах предложит выйти из зоны комфорта и узнать, как без усилий знакомиться и встречаться с большим количеством замечательных женщин. Неважно, хотите вы встречаться для практики и найти ту самую женщину или просто сексуального партнера, книга научит вас этому. Чудесное преображение. Я хочу, чтобы вы приложили максимум усилий при освоении этого материала, если вы просто загрузите аудиокнигу в свой телефон или планшет, в вашей жизни ни черта не изменится. Принципы, изложенные здесь, предназначены для применения на практике, без этого не обойтись. Не увлекайтесь теорией в попытках понять, как все делать правильно. Просто выйдите в мир и сделайте хоть что-нибудь, а потом сделайте это еще раз и еще раз. Все получится, если приложить соответствующее усилие. Отношения обычно возникают как неожиданное чудо, а чудеса обычно случаются там, где вокруг есть люди. Вряд ли что-то чудесное случится, если вы будете постоянно сидеть дома, играть в Xbox, смотреть телевизор или порносайты. Не так много чудес произойдет, если вы работаете по 60-70 часов в неделю. Чтобы сотворить свое чудо, вы должны выйти из дома и применить на практике принципы, представленные далее. Вам будет страшно, но столкнувшись лицом к лицу с монстрами, которых порождает ваша психика, вы преобразитесь. Вот что я постоянно твержу своим клиентам. Выйдите, наконец, из дома. Отклоняйтесь от привычных маршрутов. Проводите время среди людей. Заговаривайте с людьми везде, где бываете. Проверяйте, испытывают ли к вам интерес. Открытые двери созданы для того, чтобы в них входить. На самом деле, аудиокнига «Хватит быть скромным парнем» — это способ развития вашего социального и эмоционального интеллекта. Я просто использую желание мужчин найти секс и любовь в качестве мотивации, которая помогает им стать взрослыми, интересными людьми. Практикуя навыки, которым я обучаю, вы приобретете и другие важные для жизни умения. Осознаете и преодолеете самоограничивающие убеждения. Расширите свою зону комфорта. Станете наслаждаться не только результатом, но и процессом. Начнете задавать тон в отношениях и брать на себя инициативу. Приобретете навык быстро получать отказ, если он неизбежен. Научитесь расставаться с женщинами. Аудиокнига поможет вам не только обрести любовь и секс, которых вы ищете, но и стать более цельной, уверенной в себе личностью. Поделюсь маленьким секретом. После того, как с помощью навыков, которым я обучаю в книге, мне удалось радикально улучшить любовную составляющую собственной жизни, для меня многое изменилось и в других сферах. Резко выросли доходы. Жизнь стала преподносить мне массу приятных сюрпризов. Я вышел на новую ступень в бизнесе. У меня появились новые друзья. Значительно повысилась общая удовлетворенность жизнью. Готовы ли вы стать одним из тысяч мужчин, которым удалось преобразить свои встречи с женщинами и любовную жизнь в целом? Если да, то сделайте эту инвестицию в себя. Я гарантирую, что вы оцените новую версию себя. Доктор Роберт Гловер. Автор книги «Хватит быть славным парнем» и обучающих программ «Хватит быть скромным парнем». Автор книги «Хватит быть славным парнем» Автор книги «Хватит быть славным парнем» Автор книги «Хватит быть славным парнем» и обучающих программ «Хватит быть славным парнем». Автор книги «Хватит быть славным парнем»